До главного городского праздника остался месяц и уже сейчас необходимо наводить чистоту и соблюдать порядок во всех районах города. Утренний обход Анатолия Пахомова по центральным улицам выдался плодотворным. Вот это вот я даю 10 дней записывайте. 10 дней подземный переход надо просто обновить, отдраить, от жвачки, покрасить там внутри. Нарекания были практически через каждые 100 метров, начиная от тротуара, залепленного остатками жвачки у подземного перехода по улице Горького, до мусора на придомовых территориях. Дом номер 36. Уборка, по словам управляющей компании, здесь ведется 6 раз в неделю, но полностью избавиться от объявлений и окурков невозможно. На каждом собрании проводится разъяснительная работа с собственниками, квартиры в доме. Но менталитет наших граждан таков, что в квартире у меня пусть будет чисто, а что творится за окном моей квартиры, меня не касается. С окон курят, выбрасывают бычки. Ответственность за это, к ответственности за данное деяние может привлечь только администрация. Управляющая компания ведет только разъяснительную работу, взывая к совести граждан. На обслуживании этой управляющей компании находится более 80 домов. На территории каждого чистота соблюдается. По соседству с подответственным им домом расположены бараки, где уже образовалась практически свалка мусора. И несмотря на то, что это не их территория, коммунальщики на днях пообещали все убрать. Кстати, приводить в порядок дворы других домов по улице Горького стали сразу после визита градоначальника. Но эта работа должна проводиться ежедневно, а не после проверок, отметил глава курорта. Да я не знаю, субботник не субботник, буду проверять теперь вас. Вот это тоже все. Надо привести, чтобы это был красивый уголок. А у нас он незавершенно грязный. Ряд нареканий Анатолий Пахомов высказал в адрес ответственных за улицей чиновников. Обновление требует зеленые уголки, лавочки, заборы и фасады зданий. Надо постоянно работать над тем, чтобы поддерживать в хорошем состоянии и городскую среду, и, конечно, объекты недвижимости. И самое главное, это, конечно, скверы, парки. Мы видим японский скверик, что он по большому счету есть, но он не ухожен. Задача – это немедленно принять меры к тому, чтобы ликвидировать это и преобразовать наш город. Город туристический. А это значит, что к нам живем мы только за счет наших туристов. А туристы будут ездить только в тот город, который будет красив. У нас нет вариантов что-то делать по-другому. И каждый житель нашего города это должен понимать. Так, например, на улицах Войкова, Нагорная, Кубанская и Павла Корчагина в глаза бросаются отнюдь неприятные пейзажи. Захламленные дворы частных домов, грязные поломанные заборы, старая неприглядная кровля. А ведь сейчас как раз идет конкурс на лучшее благоустройство, и жители могут не только преподнести себе подарок, наведя чистоту в своих дворах, но и сделать город красивым и ухоженным к его главному празднику.